Армянский премьер Никол Пашинян на этой неделе ездил в Брюссель, чтобы выступить в Европарламенте. Ну и в этом своем выступлении он дал сразу несколько поводов для первополосных заголовков. Ну, во-первых, говоря еще о войне двухлетней давности, Пашинян пожаловался на бездействие ОДКБ, то есть фактически России. Во-вторых, он предложил перевести сотрудничество с Евросоюзом в еще более тесный формат. Ну а еще Пашинян рассказал, что надеется подписать мирный договор с Азербайджаном уже до конца года. И что существует договоренность о трехсторонней встрече с Алиевым и Евросоюзом в том же Брюсселе и тоже в этом году. При этом сейчас Азербайджан заявляет, что четкой границы между государствами фактически нет на данный момент, потому что советские карты 30-летней давности в Баку пока не признали. А ведь по ним происходил раздел территорий в 91-м. По словам Пашиняна, это может означать, что Баку готовится к новой войне уже на признанной территории Армении. За тот самый Зангизурский коридор, который ведет в Нахичевань через армянские земли. Как будто по совпадению, прямо перед визитом Пашиняна в Брюссель, его коллега Ильхам Алиев приехал в побежденный Карабах и прогулялся по столице, бывшему Степанакерту, который теперь опять Ханкенди. Один флаг, азербайджанский, Алиев торжественно поднял над зданием бывшей администрации президента Нагорно-Карабахской республики. По второму, и именно эти кадры запомнят все, Алиев прогулялся в своих армейских ботинках. Униженное знамя республики, почти все жители, которые вынуждены были оставить свои дома, пожалуй, главный кадр этой недели. Если учесть, что еще в субботу издание «Политико» со ссылкой на источники в госдепе рассказало о, возможно, новой войне на Кавказе. Якобы Блинкен предупредил нескольких конгрессменов о возможном вторжении Азербайджана. И рассказала, что американские власти уже ищут возможность наказать Баку и пересмотреть предоставление Алиеву военной помощи. Так, новости о мире до конца года смешиваются с новостями о войне в тот же срок. Еще недавно так сильно озабоченной Арменией Маргарита Симонян, Тигран Киосаян и Владимир Соловьев на этой неделе как будто вообще о ней забыли. Но после сообщения о том, что в Кремле выступления Пашиняна сочли провокации, а его самого сравнили с Зеленским, давайте-ка я поиграю в ванку. Никол Пашинян очень скоро вернется в заголовки российских изданий. А у Симонян с Соловьевым, скорее всего, найдется минутка еще раз назвать его предателем. И в связи с этим, у нас есть ударная защита, и у нас есть ударная защита, которые мы находимся в этом случае. Продолжение следует... 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 Продолж... Продолжение следует... 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 Продолжение следует...